В России очень уважают иностранных гостей, но сегодня в цирке работники просто трепетали. К ним приехал принц из Монако с фотовыставкой. Господин Мишель Югославский родился в 58 году во Франции. Он внук последнего короля Италии и регентом Югославии. Господин Мишель, потом великого княжа Владимира Александровича. И для нас большая честь, что цирк через Эли вновь в 19 веке принимает ослух царский кровь. Ванна находится рядом с вами. Она организовала замечательный путешествие для меня. И, как моя пасшина в том, я влюбился в любовь с городом. Поэтому я спросил, если я могла вернуться и взять фотографии. И я очень-очень рад, что здесь сейчас. Я оказался здесь, потому что у меня очень много друзей. Рядом стоит мой друг, который я сказала, что хочу приехать в этот город. И моя вторая страсть – это фотография. И хочу запечатлеть эту красоту в моих работах. Большая честь, потому что одна из ветвей – это Демидов. Для меня было важно побывать в Санкт-Петербурге и посетить те места, которые связаны с этой фамилией. Прежде всего я попросил мне сделать экскурсию во дворец великого князя Владимира, в Дом ученых. Потому что он являлся дедом моей прабабушки. И я очень сильно посетился от строительства, от деревьев, от аспектов моей семьи, которые там живут. Они это держали вместе. И меня, конечно, поразило, что он находится в таком состоянии, что все сохранено и передает тот дух эпохи, когда жил мой великий прадед. И, конечно, первое место, которое он попросил посетить, это был этот дворец. И я очень люблю архитектуру, классическую архитектуру. И я люблю воду. И то, что вы можете видеть в воде, с небом, строительством. Мне очень нравится вода. Я люблю смотреть на воду, особенно когда в ней отражается красота архитектуры. И Санкт-Петербург – это именно тот город, где я мог свое творчество каким-то образом применить в этом аспекте. Вот как раз яркий пример четыре фотографии, которые за мной. Вода, солнце, тени. И, конечно, это прекрасно. Я живу в Монако, который является мировой столицей цирка Монте-Карло. Если я правильно понимаю, этот цирк получил премию в Монте-Карло. Это очень важно. И как я узнал, что цирк получил приз в Москву. Московский цирк получил премию в Монте-Карло. Поэтому мне очень было интересно посетить именно русский цирк, потому что я никогда не видел представления. Я не могу еще практикально поговорить. Продолжение следует. Дайте мне по-разному, кто там из Монако. Коллеги, приехал данный министр культуры Павел Владимирович Степанов и Мисер Мякин. Возможно, они сейчас подойдут к нам. Если есть вопросы, можно в общем-то получить и подождать. Хорошо? Как вы чувствуете, Монако? Очень хорошо. Не знаю, не знаю, я спрашивал снег. Да, действительно? Я смотрел на меня, я путешествовал два месяца. Когда я лезвил два месяца, я увидел снег. Вон, когда я покинул Монако, прогноз говорит, что с ней. Вон, как обычно. Вон, как обычно. Вон, как обычно. Да, очень хорошо. И в последний раз я был здесь, красивый снег. Да, и в августе. Это тоже было отличное, да? Да. Очень-очень. 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 В昨天 был очень хороший. В 20-20 лет. Я имею в бейкан. И... Один из лучших в мире. Это новая фотография, только 10 лет, 10 лет. Я знаю результаты, когда я слышу все комменты, которые будут смотреть. Они могут рассказать. Я очень ожидаю, что им понравится. Клина. Все? Все. В светском вернисаже появился человек, привлекший мое внимание. Молодя. Артист цирка. Артист цирка. А в какой области? Молодя, расскажи про себя. Расскажите, вы акробаты. Клоун. Дрессура. Я сразу сказала, ты, наверное, знаменитый клоун. Дрессура, у меня все. Ничего себе. Ну да, клоуны умели раньше все. Абсолютно. И дрессура, и акробатика. Профессии обязывали. Да. Вот видите, легенда. Ооо. Да. Это вот Володя, а это Валя. Красавца. Это Валя. Она с автоматами на лошади делала. А Валя, это вообще знаменитая артистка, жена его. Она, к сожалению, уже ушла. Ее никто в мире не повторял. Никто. В цирковом мире никто не повторял. Для меня еще не повторили. Да. Да. Это бессмертный толп. Да. А сейчас лично живые. Мне попросили, а Димон написал, лично живым. Димон. Знищается. Его приняли. Среди троих мы приняли. Мы поколели в прошлых лет. Мы пережили много бег. Блокада. Блокада. Все как день. Мы заморали свою честь. Я тебе говорю. 88 мая. 9 мая будем мечать Володю. Блокада гнула нас. Ну не само, что у нас запас российской воли. Мы просто корчились от воли. Мы за войну не потерялись. Все все падали, вставая, улыбались. Браво. Даша, вот тебе, так сказать, объект для снятия хорошего. Да. А тем временем пермиссаж продолжался. Гости собирались.